Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара на несколько каток Могильщика. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу по привычке попросить каждого из вас подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Мне очень важны ваши подписки, мне очень хочется развивать свое детичь и развивать свой канал. И поставьте лайк данному видео, я вам буду очень благодарен. Также, если вам есть что сказать, пишите в комментариях, я постараюсь обязательно вам ответить. Заранее огромная благодарность. Итак, Могильщик. Что за танчик такой? Я думаю, что все знают Могильщика. Я думаю, что у многих этот танчик есть. Кто-то этот танчик так и не получил, кто-то решил не тратить деньги на новогоднем аукционе на данную машинку, думая, что данная машинка не нагибает и что она там не достойна того, чтобы какие-то там золотые монетки стоять в вашем ангаре. Ну, на каждый вкус свой танчик. Что же касается меня, я помню свою историю по Могильщику. Могильщик появился в игре в одном из ивентов. Это было очень много лет назад. И тогда Могильщик производил впечатление прям ужасной такой машины, с которой, когда ты встречался в бою, ты плевался и говорил, бляха, муха, опять Могильщик. Но, скорее всего, это было связано с тем, что на сам Могильщик у меня лично возможностей финансовых не было. Ну и, соответственно, очень сильно хотелось этот танчик. Я, наверное, от зависти немножко злился на тех, кто смог себе приобрести данный танк. Ну и, соответственно, в то время нагибать на нем в рандоме. Что же касается по состоянию на сегодняшний день, мы выкатим с вами в бой и посмотрим, что эта машинка может по состоянию на сейчас, в современном рандоме, на своем уровне. Это семерочка. Давайте быстренько посмотрим технические характеристики. Как обычно, не вдаваясь в какие-либо подробности по скорости, по динамике, по маневренности машинки, хотелось бы, как обычно, посмотреть исключительно на пушечку. Пушка уникальная. Вообще, честно говоря, сам танчик, он уникален, потому что это тяж, но его пробивают, потому что это тяж, у которого барабан, и при этом у него средний урон за выстрел всего лишь 90, а это, извиняюсь, семерка. Казалось бы, мало. Но, с другой стороны, насколько мне известно, это единственный танчик, который обладает барабаном на 6 снарядов. И время перезарядки снаряда в магазине составляет меньше секунды. То есть, в принципе, за неполную секунду, я бы сказал, что чуть больше полсекунды вы выпускаете один снаряд. То есть, по большому счету, очень часто, наверное, даже не успеваешь на кнопку нажимать, как снаряд уже перезарядился у тебя в барабане. Время перезарядки полного магазина составляет 10,7 секунды. Мне, честно говоря, всегда этого времени хватало, и сказать, что это мало, тоже нет. Урон в минуту при такой скорострельности, даже на среднем уроне в 90 единиц альфы, в принципе, неплох. 2297. Это классный показатель, реально. Что касается времени сведения разброса, посмотрим это все непосредственно в бою. Никогда ориентировался по цифрам. Углы наводки вертикальные. Вверх 15. В принципе, для могильщика этого есть чем достаточно. Ну и что касается вниз 5, безусловно, это такое, знаете, приравненное убожество. Но опять-таки, честно говоря, это, наверное, единственный танчик в игре, который меня не смущал. Вот я никогда не обращал внимания на углы наводки вниз. Вот как-то они меня никогда не беспокоили, и они мне как-то никогда не нужны были. На этом танчике как-то не хочется играть где-то издалека от каких-то холмов. Ну, хочется ринуться в бой, первым куда-то ворваться. Ну и, короче говоря, вот на вот эту цифру я никогда не обращал внимания. Повторюсь, это единственный танчик, который не смущал меня углами наводки тогда, когда они реально недостаточные. Но даже исходя из цифры. Что же касается там снаряжения, амуниции и всего остального, вы не можете поставить сюда ускоренную перезарядку, так как это барабан. По амуниции я ставлю, как обычно, то, что увеличивает время перезарядки. Ну и добавляю, как правило, две канистры для того, чтобы просто увеличить скорость и динамику движения танчика. По барабану шесть снарядов в магазине. Тут я немножко, конечно, лоханулся. На два магазина недостаточно. Сейчас немножко поменяю. Но в целом где-то ставлю приблизительно вот так вот. Ну и как-то, не знаю, голда мне не сильно-то всегда и нужна. Этот танчик на сегодняшний день для меня исключительно для того, чтобы пофаниться. Я не фармлю на нем, я не заезжаю в рандом для того, чтобы сейвиться. Я заезжаю на нем в рандом для того, чтобы ворваться, попытаться, ну, либо навалять, ну, либо, в конце концов, отхватить и заново зайти. Вот как-то так. А теперь давайте посмотрим, что он может непосредственно в бою. Я не поеду на этом танчике сейчас на линию ТТ, так как, в принципе, танчик пробиваемый. Да и мы в конце списка, поэтому ловить нам особо на линии ТТ нечего. Ну, кроме снарядов и, соответственно, пробитий с уроном. Что же касается динамики. Возвращаемся. Для тяжика, в принципе, динамика стандартная. Я не могу сказать, что он едет как-то не так, как едут все остальные тяжи. Ну, то есть, в принципе, удивительного абсолютно ничего нет. Его нельзя назвать там суперскоростным абсолютно. Но и в то же время нельзя сказать, что он прям какой-то совсем убогий по скорости. Да, танчик не сильно бодренько поднимается куда-то на горке. То есть, карты, подобные этой, это, в принципе, не его стихия. Мне всегда этот танчик гораздо больше нравился в игре, когда ты закатываешь куда-нибудь по ровной карте, в тупую вот занимаешь направление СТ, атакуешь, и там получается у тебя кого-то разнести. Если не получается грусть-тоска, ну, а если получается, то уже приятно. Итак, погнали. Вот он в работе наш барабан. Не все заходит в пантерку, но, в принципе, хоть что-то-то залетело уже неплохо. Самое основное, чем радует этот танчик, это тем, что он реально смущает врагов. Смущает тем, что на них выкатывается противник, который дает один шот, и второй, который тупо постоянно вот так вот расстреливает. Сейчас просто освобождаю магазин, едем дальше по линии СТ, попытаемся с Центурионом схлестнуться. Может, параллельно кого-то немножко доберем, если получится сейчас выехать напрямую ровную. На дальних расстояниях пушка работает с переменным успехом, но в большинстве своем она работает как раз позитивно, а не негативно. И вот, абсолютно не заметив того, мы уже выкатились, сделали два фрага, и да, пускай это были прям, но не совсем уже честные там самостоятельно выбранные фраги, но, по крайней мере, для команды вы реально приносите очень большую пользу тем, что вы минусуете стволы. А этот танчик минусовать стволы реально может. Ну вот как-то так, отстреливаем свой барабан, я постараюсь сейчас добрать еще Центуриона. Нет, Центуриона не добрал, поедем, попадаемся с СТ-Эмилем. СТ-Эмиль машинка, в принципе, неплохая, но, честно говоря, скорострельность, она довольно много решает. Ну, вот как приблизительно сейчас. Итак, ребят, в копилке 4 фрага, смотрим на результат боя. Ребятки, вот за такие бои я и люблю могильщика, потому что нанеси 1700 урона на каком-то другом танчике, ну, вроде бы маловато на седьмом уровне. Но сделал 4 фрага, минуснул 4 ствола, уже вроде бы сделал для победы очень много. Что касается фарма, 63 тысячи с учетом его процента доходности, а у него невысокий процент доходности, по-моему, что-то в районе 150. Но могу ошибаться, ребят, поправьте меня в комментариях. Я, честно говоря, не заходил и не смотрел специально на характеристики. Ну, просто как-то не заморачивался, сейчас вот в голову мысль пришла, возможно, нужно было это сделать и посмотреть коэффициент фарма по данной машинке. Но в целом машинка фармит довольно неплохо, если вы побеждаете. Я не могу сказать, что прям это, ну, гейзер денег, но, по крайней мере, это плюс-минус неплохой плюсик. Что касается результативности нашей в бою. Мы не наколбасили вот прям вот офигенный какой-то урон, но, ребят, я получил удовольствие от 4 фрагов, которые сделали. И реально мне кажется, что если бы не мы, то в данном бою победа не была бы настолько сладкой, ну, и настолько быстрой. Итак, давайте попытаемся заброситься еще разочек и посмотрим, что у нас с этого получится. Смотрите, мы опять находимся внизу списка, но карта ровная и я делаю очень большую ставку на линию СТ всегда, когда играю на могильщике. Потому что продавливать на нем линию ТТ, честно говоря, сложновато. Все-таки незначительный урон, танчики тяжи более бронированные, выцеливать мягкие места, соответственно, гораздо сложнее. Пушка по сведению, ну, давайте посмотрим, сведение долговатое. Это тяж, я согласен, но тяж барабанный и в то же время с небольшим разовым уроном, соответственно, ну, хотелось бы, безусловно, чтобы этот танчик сводился чутка быстрее. Почему я и говорю, что есть смысл ехать и продавливать резко линию СТ, и если получилось, то уже тогда перебрасываться от динамики хватает на линию ТТ. Потому что СТ-шек вам лично, как тяжу, с шестью снарядами в барабане разобрать гораздо легче, чем стоять и пытаться выцеливать кого-то, уж тем более на дальних расстояниях и с тяжей. Ну, вот видите, на дальних расстояниях пушка не работает настолько кайфово, как она работает на ближних расстояниях. То есть сведение долговатое, точность на дальнем расстоянии, уж простите, хреноватая. Соответственно, ваша задача вот так вот где-то тупо врываться на линию СТ, шмалять по СТ-шкам на ближнем расстоянии, выходить полностью на перезарядку всего барабана и дальше продолжать давить этот фланг. Вот когда вы этот фланг задавите, тогда вы уже можете помочь своим союзникам выехать на линию СТ-шек. Ну и на линии СТ-шек, видите, пушечка слегка косоватая даже на маленьких расстояниях. И это вопрос, наверное, даже не моих рук, а вопрос просто самой пушечки. Но, ребят, мы продавили фланг СТ, мы сделали один фраг и, в принципе, для победы, ну, уже неплохо сделали, потому что фланг СТ продавлен полностью, осталось три врага, они находятся на другом фланге. Даже если наши ТТ-шки там будут бодаться, но в итоге сольются, то все равно у вас есть крайне высокие шансы дальше проскочить и зарешать. Я не думаю, что я смогу сделать четыре фрага в этом бою. Наш шершень мотается, как угорелый, и, честно говоря, правильно делает, потому что его задача запутывать врагов своим перемещением, ну и, соответственно, давать возможность нам подбираться к ним и разбирать их, пока они отвлечены. Ну вот, как-то так. Да, последний фраг такой себе, знаете, ну, добрали, да и добрали. Итак, ребят, в данном бою всего 720 урона, три сделанных фрага, пускай каких-то недобитков, опять-таки стволы минусовали, а стволы минусовать нужно для победы, мы получили 26 тысяч серебра. Я лично получил массу позитивных эмоций, хотя занял второе место с конца, ну вот как-то так. Итак, я думаю, честным будет закатить его еще в один третий бой и посмотреть, насколько третий бой будет отличаться от двух предыдущих. Но, скажем так, для честного сравнения, потому что может быть такое, что два раза просто фортануло с очень хорошей командой, ну и, соответственно, возможно, не мы зарешали бой. Как обычно, разворачиваюсь, еду исключительно на... А знаете, наверное, сейчас поеду я на линию ТТ вместе с ТТшками, если они туда прутся, и давайте посмотрим на этот танчик уже не на линии СТ. Я вот сейчас подумал, что, наверное, будет не совсем справедливым выгонять этот танк исключительно против соперников, которые мягче вас. Вот так вот даже, да? Ну, хорошо. Тогда я поеду сам на линию ТТ, посмотрим, к чему это приведет. Вот, возможно, мое видео будет чутка короче, но, по крайней мере, мы увидим, что он может или не может против более твердых соперников. Итак, мы видим с собой Тигр-1. Это тоже Семерка, это не может не радовать. Ну, в любом случае, выходя на размен, вы, ну, как бы, со многими противниками, с учетом разовой альфы, будете выходить один к одному. То есть сказать, что вы будете прям наносить больше урона, чем они, ну, навряд ли. Меня потихоньку окружили, попытаемся вот так вот как-то отыграть. Ну, вот и все. Итак, ребят, данный бой является показательным в чем? Он является показательным в том, что могильщик, он может нагибать. Но он может нагибать только в прибылающем большинстве, только в случае, если вы продавливаете с рядом союзников направление, в первую очередь, ЛТ и СТ. Что же касается направления тяжелых танков, самому лезть не советую. Ну, а сам танчик сейчас дообсудим в ангаре. Дожидаться результатов боя не вижу никакого смысла. Итак, давайте на фоне какого-нибудь, допустим, свея обсудим с вами результат моего личного опыта обзора в данном видео могильщика. Кому нужен могильщик? Могильщик нужен тому, кто может себе его позволить на каком-нибудь новогоднем аукционе, как машинку для фана и не более того. Могильщик на сегодняшний день может продолжать нагибать в рандоме на линиях СТ. Выезжать на линии ТТ, безусловно, это смерти подобно, особенно если вас никто не поддерживает. Если вас окружили и начинают долбать соперники, у которых побольше запаса, альфы, соответственно, вас раздолбают. Танк бьется, у него много мягких мест, с морды он бьется, ну и ужаса какого-то не вызывает. Бьются щеки башни, бьются в нижний бронелист, иногда даже в верхний бронелист залетает. Ну, в общем, машинка в отношении бронирования спорная. Динамика у машинки есть. То есть, в принципе, машинка, ну, наверное, я бы сказал на сегодняшний день, больше для коллекционеров и любителей, больше для тех, кто хочет понагибать линию СТ и при этом не гоняется за фармом, не гоняется за однозначной победой. Просто хочет периодически выехать, навалять кому-нибудь, честно говоря, кто помладше и кто помягче. Ну и, соответственно, с хорошим настроением прекратить игру и пойти заниматься какими-то другими делами. Поэтому рекомендую данную машинку приобретать исключительно в случае, если вы можете себе финансово это позволить и не рассчитывая на то, что эта машинка будет вам приносить что-либо еще, кроме незначительного фарма и огромного количества фана. Ну, а здесь уже на любителя я фан обожаю и если бы была возможность, я бы эту машинку взял себе еще раз. Хотя не знаю зачем. Итак, ребятки, на данный момент у меня все. Всем всего хорошего, всем благ, всем мира. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и возвращайтесь на мой канал и буду снимать для вас дальше. Надеюсь, интересные и полезные для вас видосики. Всего хорошего.